Несколько социальных объектов Северной Осетии войдут в госпрограмму развития СКФО. Об этом стало известно в ходе видеоконференц-связи заместителя министра экономического развития России Михаила Бабича и главы республики Вячеслава Бетарова. До 2021 года запланировано строительство детского сада на 120 мест и школы на 550 мест в Беслане. Станции юных техников и станция юных натуралистов в Беслане, реконструкция поликлиники в селении Октябрьское и школы в селении Михайловское. Программа развития города Беслана, как и, впрочем, программа развития республики согласно постановлению правительства 29.80, это и стратегически важное для республики. Поэтому были поддержаны президентом, мест поручения президента, потом было постановление правительства, как уже было сказано. Многие объекты согласно постановлению 29.80 были реализованы. На оставшиеся в большинстве своем также имеется проектно-сметная документация. И они находятся в соответствующих министерствах. Но хотел бы вас просить, чтобы оказали содействие также в том, чтобы отдельное финансирование под эти программы, чтобы было. Вот такая ситуация по Беслану и по постановлению 29.80, которые влили в эту программу. Если не будет отдельного финансирования, то будет именно по этому постановлению правительства 29.80. То будем опять ходить по министерствам, министерств денег не будет, опять будем обращаться в резервный фонд. Поэтому просил бы вас оказать содействие. Обсудили реализацию инвестиционных проектов в рамках государственной программы развития СКФО. В настоящее время в Северной Осетии реализуются 9 проектов с общим объемом инвестиций в 3 миллиарда рублей. Создание комплекса по приемке, хранению и первичной переработке зерна. Создание машинно-технологической станции «Равская», закладка интенсивного яблоневого сада на площади 122 гектара, строительство круглогодичного туристического комплекса на 50 номеров, промышленная переработка мяса и мясопродуктов, разбивка и закладка сада «Фундука» площадью 200 гектаров, создание современного производственного комплекса по выпуску строительных материалов, создание агротехнологического комплекса «Кировский», строительство и оборудование складского комплекса в Беслане. Участники совещания детально рассмотрели этапы исполнения данных инвестиционных проектов, реализация которых внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. Под пристальным вниманием Федерального центра и руководства Северной Осетии находится судьба проекта «Момисон». В ходе диалога Вячеслав Бетаров подчеркнул, что одним из важных вопросов на данный момент является создание на территории будущего курорта инженерной инфраструктуры. Как отметил глава республики, есть конкретные инвесторы, которые готовы приступить к строительству гостиниц и других объектов при наличии инфраструктуры. Напомним, в сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса «Момисон» создана особая экономическая зона. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Статус особой экономической зоны является действенным механизмом привлечения инвесторов для строительства гостиниц, канатных дорог, обустройства горнолыжных трасс, создания индустрии развлечений. Согласно проектно-сметной документации, получившей положительное заключение глав госэкспертизы России в апреле 2020 года, на первом этапе реализации проекта предполагается строительство двух пассажирских подвесных канатных дорог, восьми горнолыжных трасс протяженностью 14 километров и создание 1146 мест в коллективных средствах размещения различной категории. Строительство курорта планируется осуществить в четыре этапа.